Всех приветствую на канале Let's Travel Это видео будет полностью посвящено тайской еде А точнее, эта часть видео будет посвящена уличной еде Еде из макашниц, еде на рынках Тайская еда, она очень интересная, удивительная в каком-то плане Особенно способ подачи этой еды Особенно культура уличной еды Для нас, для жителей СНГ, это довольно-таки необычно Но для них, для азиатских стран, это как бы привычное дело И я решил разделить видео на две части И вот эта первая часть, которую вы сейчас смотрите Она будет посвящена именно уличной еде Потому что, находясь в Таиланде Я наснимал большое количество разных ресторанов, кафе Большое количество блюд И для вашего удобства я решил разделить это видео Также в описании видео будут еще, получается, таймлайны Чтобы вы могли переключаться на интересующий вас момент Также везде для вашего удобства будет прописываться цена того или иного блюда Цена будет прописываться в батах Курс я вставлю в начале видео, потому что курс это дело такое Он может меняться каждый раз И в конце видео мы с вами подведем итог И посчитаем, сколько же мы потратили на еду на двоих взрослых человек Это сможет вам помочь сориентироваться, сколько с собой брать денег на такой тип расхода Всем приятного просмотра И начинаем наше знакомство с тайской едой Мы с рынка, который располагается на пляже Калим Здесь ближе к ночи, вечером, собираются множество макашниц Они тут даже в дождь То есть в любую погоду они здесь есть И здесь очень много питаются местные жители Ну и, конечно, с окрестных отелей И вот вы можете видеть, здесь продается манго Вот за 1 килограмм 90 бат Продаются вот такие вот, получается, блюда Уже готовые То есть можно мясо, различные гарниры сделать Напитки тоже можно сразу же здесь купить А вот такие вот продаются, получается, салаты Можно самому собрать салат себе А вот тут продаются вот эти их местные пельмени А также продаются шпажки по 15 и по 10 бат Шпажки вообще очень популярная тема В основном их цена начинается от 10 бат И там различное мясо, рыба Все это в маринаде и жарится прям на гриле, прям при вас Вот тут вот продаются вот такие вот напитки Мы их вот решили взять Вообще у них очень популярная тема с разными шейками, смузи И то есть у них популярны различные растворимые чаи Мы взяли один за 25 бат Это, как оказалось, просто она вылила какой-то сок из банки Добавила туда льда и воды А я вот взял себе чай, то есть она отложит фиолетовый порошок Это какая-то как водоросли или что-то такое Добавляет туда горячую воду, потом заливает концентрированное молоко Чай прям туда наливает настоящий заваренный И вот эти все различные напитки, они стоят от 20 до 25 бат То есть довольно-таки доступно и дают вот такой вот большой стакан А тут вот уже пошли шпажки То есть вот тут вот за, получается за 3 шпажки 20 бат Здесь есть креветки, кальмары, грибы, сосиски, крабовые палочки и так далее Вот тут вот прям при вас могут вам заварить лапшу быстрого приготовления Есть кукуруза, крабы, мидии Цены на них будут чуть-чуть попозже Очень много фруктов Вот допустим кокосы по 40 бат Сразу резанные фрукты по 50 бат Здесь манго, драконий фрут И вот тоже популярная тема, это вот такие блины с разной начинкой Мы купили два таких И далее видео более подробно покажем их Вот взяли вот такой вот, как типа лепешку такую Со сгущенкой и сахарной пудрой за 20 бат И вот такой вот блин, он тоже хрустящий С нутеллой и с бананом за 50 бат Но в целом они везде вот на Пхукете Где-то 40, где-то 50 Где-то допустим там его делают без нутеллы Ну в общем такая средняя цена Мы продолжаем двигаться дальше И вот тут такой прилавок Здесь продают зажаренную рыбу То есть во фритюре она как бы глубоко зажаренная Поэтому получается такие вот как снеки, чипсы По 40, по 50 бат за 100 грамм Снова продаются фрукты Их тут очень много Различных фруктов И вот тут уже идут шпажки То есть вот есть такие кальмары Вот красная есть получается Это такая говядина Есть овощи и все идет по 10 бат Вот тут идет курица, как наподобие KFC По 20, по 10 бат Шпажки такие куриные в панировке По 10 бат идут Тоже очень много как бы разновидностей Этой курицы Вот тут тоже самое они делают Потом они здесь делают спрингроллы Это такие как бы в хрустящем тесте завернутые роллы с овощной начинкой Вот тут вот такие как Вот получается что-то наподобие оладушков Так, тут опять снова лапша Разные виды лапши могут лапшу быстрого приготовления заварить Могут и собственную Вот тут вот за 20 бат продаются вот такие сэндвичи И здесь снова идут шпажки И вот одно такое из традиционных блюд Это паттай И вот готовят, получается, лапша с овощами, с омлетом И готовят вот тут ее прям здесь За 80 бат Еще туда яйцо получается, крошек И мясо на выбор И вот снова шпажки Тут уже мы сами решили их попробовать, набрать Из интересного здесь есть вот такие вот грибы Завернутые в сосиску И потом есть такие вот их местные тефтельки Ну и, соответственно, различные морепродукты Креветки по 50 бат А вот такая красная рыба за 20 бат И остальные шпажки, они идут уже по 10 бат То есть могут быть крабовые палочки, кальмары Могут быть различные сосиски И потом это все сразу же тут при вас же жарят на гриле Поливают соусами какими-то по желанию Ну мы вот набрали, получается, вот так вот себе Вот такой вот ассортимент И это очень популярно, очень распространено И вот у нее сразу стоит такая большая бочка с красным соусом Можно... Это их традиционный соус, который... Он является острым И содержит в себе много лайма Он такой имеет характерный лаймовый привкус Они этим соусом заправляют очень много блюда И рядом стоит также соевый соус И это все вот происходит вот буквально здесь в метре от моря Здесь сразу же местные сидят и кушают И теперь давайте пройдемся немного по фруктам Есть вот такие вот маленькие ананасы И большие ананасы по 15-20 бат И вот такие вот очень вкусные ананасы по 60 бат Которые в целфановом пакете Кокос опять по 40 Продается дуриан Ну вот привычные нам фрукты Это хурма, апельсины, мандарины, бананы Вот есть разные виды Есть манго Они начинаются от 40 бат И там до 150 до 200 бат В зависимости от сорта Есть виноград, есть рамбутаны, личи И вот мы покупали Вот они сразу нарезают манго И вот получается нам нарезанный манго Полкило обошлось нам в 40 бат И вот такие они делают сразу смузи, шейки Здесь то есть у меня кокосовое молоко с киви Это мне обошлось 80 бат И вот такой вот большой стаканчик Он где-то около пол-литра объема И теперь давайте посмотрим, что продают просто на улицах Здесь вот есть мороженое А цены я пущу субтитрами То есть разных видов Еще популярно у них это мороженое в кокосе То есть они разрезают кокос на пополам Ложат туда мороженое И вот такое вот тут уже обычное мороженое Просто в зависимости от размера стаканчика Кстати, мороженое у них очень вкусное такое Сливочное И есть, ну соответственно, с различными фруктами Здесь вот продается кукуруза Жареная, вареная Начинается от 20 бат И дальше Снова шпажки различные Здесь уже по 12 бат они стоят Немножко дороже, чем были на рынке Есть крабовые палочки Тевтельки, сосиски Вот такого плана какие-то люля И снова здесь пошли уже шпажки Шашлычки Они немного побольше размером Уже вот идут по 20 бат Тут можно посмотреть, что здесь есть и бедрышки И шашлыки с различной С овощной начинкой И различные колбасы Снова фрукты Снова вот шейки В среднем их цена 60-80 бат В зависимости от района Есть вот такие вот пигодии И здесь уже снова продают кукурузу И вот мы плавно подошли на рынок Банзан Это прям такой традиционный восточный рынок Здесь он знаменит тем, что продаются морепродукты В сыром виде И сразу можно их приготовить здесь на втором этаже А цену они здесь сразу вам не говорят И можно спокойно торговаться Можно сторговать даже там Вплоть до 50% стоимости Они будут вас дергать за руки Кидаться на вас, предлагать вам различные Различные цены Выбор идет одинаковый Это идут крабы, лобстеры Идут кальмары Рыба есть различная Есть мидии, устрицы Очень популярная всякая белая рыба Что-то типа дорады И вот они все прям будут Все прям будут на вас кидаться Креветки тоже Они будут в разную стоимость И получается Вот рынок Банзан Он является очень популярным местом среди туристов Поэтому здесь можно купить и сувениры А также можно здесь поесть И ближе к вечеру Здесь как бы становится очень много народа Очень много уличных торговцев Сразу вот продают траву Различные фрукты, десерты Напитки И есть вот такая вот часть Которая находится внутри Здесь тоже она делится на ту Где продают фрукты Вот кстати продают сразу сушеные фрукты Различные конфеты популярные Среди туристов Из местных фруктов Там из дуриана Из рамбутана и так далее И вот так вот идут фрукты Цены не особо отличаются от цен на улице В основном Как бы особого смысла приходить ради фруктов сюда Я не вижу Ассортимент и цены Они те же самые Вот по поводу рыбы Да, ассортимент рыбы здесь намного больше Чем на улицах Потому что это уже как бы такой рынок И вот тут уже идут живые лобстеры Живые кальмары Креветки И цены вы можете видеть на экране Вот креветки различные За 250, за 260 И выше Мидии Различные ракушки по 60 И получается Как я уже сказал ранее Схема такая Что вы покупаете здесь Вам взвешивают по весу Вы покупаете здесь И потом вам готовят сверху в ресторане Там же можно покушать И вот оно тут все живое Вот оно демонстрирует Что они живые Взвешивают И получается вот такой вот Вот такой вот почти килограммовый Лобстер Он обойдется В 550 бат В целом это не дешево И зачастую во многих ресторанах Вам приготовят От того же самого лобстера Или какую-либо рыбу По той же цене Или может быть даже дешевле Но вам не придется ходить по рынку Торговаться Нюхать эти всякие запахи А просто вы сядете У вас примут заказ И все как бы цивильно Вам засервируют Поэтому Особого смысла В посещении этого рынка Я не вижу Но если вы как бы хотите Прочувствовать это все на себе То конечно сходить стоит И желательно посещать его Уже в более вечернее время Уже после 6 часов Чтобы было побольше торговцев И побольше всего Можно было бы увидеть И вот тут вот На выходе из рынка Находится вот такой вот прилавок С сушеными фруктами С конфетами Со вкусами этих фруктов И это особенно актуально В плане дуриана Потому что его запрещено вывозить В аэропорту это проверяют Поэтому вы можете его взять Вот в качестве конфет Если вы хотите взять на сувенир А также продаются здесь Другие сувениры И вот тут вот Прям на выходе Как я уже говорил ранее Здесь прям В несколько рядов Стоят палатки Где можно найти Еду на любой вкус И вот сразу нас встречает Вот такая вот палатка С готовой едой За каждое вот это блюдо Нужно будет заплатить 50 бат То есть это стоит 50 бат Здесь есть Есть курица Есть свинина Есть рыба Вот такое сразу же Комплексное блюдо Но сразу вам скажу Такое лучше не брать Потому что оно будет невкусное Оно будет такое Залежавшееся Заветренное И лучше попросить Чтобы вам хотя бы Хотя бы подогрели мясо С гарниром Либо 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 желательно Брать свежеприготовленное В целом Это очень распространенная У них практика Вообще Они едят И самые местные жители Тоже едят И туристы Вот так Сразу здесь идет Лапша Сразу идет курица То есть вам это могут Подогреть Вот есть вот такие вот Салаты с креветками Сразу идет Подтай Вот тут вот Как обычно курица За 20 За 10 бат За 30 бат Есть Тут вот продается Их такая традиционная сладость Это рис С манго Вот есть за 50 Есть за 30 бат И есть вот такие вот Тевтельки За 10 бат Это что-то такое Прям совсем традиционная еда Обычно туристы Такое не покупают Тут уже идут вот суши И роллы За 15 бат И за 10 бат Соответственно В зависимости от сложности А есть и привычные нам Есть более традиционные Уже такие Которые Уже конкретно С морепродуктами И снова вот идет Вареная кукуруза Цена вот Можете идти 30 25 30 35 бат И вот тут вот Мы уже купили Получается Я взял вот это готовое блюдо За 50 бат Один спринг ролл За 20 бат Получается Вот блюдо состоит Рис Дали кетчуп Огурцы Яичница Вот такой спринг ролл Он достаточно большой Я кстати Им и наелся одним А вот это блюдо Само не доел И вот Моя девушка взяла Получается Подтай В традиционную лапшу Там идет курица Овощи И взяли Вот такие вот мы суши Там были По 10 И по 15 Вот это тут у нас Идут роллы Там еще Еще и суши Которые идут Именно с морепродуктами С креветками И с рыбой Сырой И вот такие вот Получается смузи Взяли Ну и также Они дают кетчупы И дают получается Палочки У них очень много Пластика Они Они вынежаляют Пакеты Палочки Стаканчики И теперь давайте Пройдемся с вами До конца рынка Здесь уже начинают Продавать золото Тут вот продается Печеный картофель С сыром Это тоже одно Из их таких Традиционных блюд И очень вкусное На вкус Начинается От 60 От 70 бат И так далее В зависимости от начинки Вот тут вот Продаются опять Традиционные пельмени Геоза Такая смесь пельменей И вареников За 10 штук 100 бат 120 бат Опять же В зависимости от начинки Можете взять с креветками Можете взять там С мясом И вот тут Продаются такие шейки Вот которые мы взяли Себе на ужин Цены Вот вы можете видеть 40 30 В зависимости тоже От фруктов От добавлений Каких-то еще Других ингредиентов И вот Если пройтись дальше То можно увидеть Тоже одно Из таких популярных блюд Это жареное мороженое Получается Он как бы на таком На таком круге Который Который холодный Он на нем Он на него выливает Такую смесь И начинает его взбивать И делать мороженое А потом он это все Скатывает в ролл И ложит вам в стаканчик Вы уже можете Соответственно Добавить какие-то топинки Мармеладки разные Там шоколадные посыпки И так далее Тут вот снова фрукты Порезанные фрукты Уже готовые По 50 бат По 40 бат Манго Драконий фрукт И так далее Тут вот Снова опять Шпажки Снова суши делают В целом На территории Всего острова На разных пляжах В разных туристических местах Примерно Ассортимент Один и тот же Что вы Что вы могли увидеть За все видео И вот тут Если уж идти до конца Снова кукуруза Снова суши Снова шпажки Вот еще Такое тоже Это их блюдо Традиционное Они заворачивают Рис Или еще что-то В лист Получается В пальмовый лист Тут продавалась свинина И вот тут В принципе Уже рынок заканчивается И как собственные Наши видео Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь Также подписывайтесь На наши социальные сети И это получается Была первая часть видео Во второй части Я покажу еду в ресторанах Также вместе с ценами И с названиями Самих ресторанов Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok